Вот то, что я понял, что мы можем все равно человека как бы замотивировать через эти три держатности. Просто правильно его показать в правильном моменте и правильный смысл, чтобы человек понял, что для него это нужно. Ну вот, бывает ненужная вещь, но она удивляет скидками или там какими-то цветами, логотипами, названием. И она так завлекает человека, что он все равно ее покупает, хотя она ему нужна. Главное правильно вставить в этот триггер, в нужное место, в нужное время. Все, всем пока. Добрый день. Может быть я не совсем буду в теме, но скажу о том, что мое понимание о том, что апеллировать к жадности людей еще более укрепилось именно в том, что к этому апеллировать ни в коем случае нельзя. Дело в том, что мы занимаемся очень глубоко психологическими тренингами, которые основаны на законах природы и повторениях. Дело в том, что апеллировать к жадности, обязательно на нее потом попадешься сам, привлечешь жадных людей или тебя точно так же подставят. Поэтому я думала над тем, как апеллировать не к жадности, а к желанию человека получить именно то, что ему надо, не тратить деньги зря, получить желаемое минимальным путем. Это то же самое. Но это не жадность, а это эффективность, рациональность, осознанность. Чтобы самому не попасться на триггер жадность, надо понимать, что любое, исходящее от нас, вернется нам. Как любая волна от камня, которая расходится кругами по воде, отталкивается от чего-то и возвращается этим же самим нам. Поэтому жадность — это непродуктивное качество. Поэтому если мы не делаем ставку на жадность в людях и не основываем на этом свой бизнес, просто, знаете, от маленького рождается большое. Поэтому лучше в самом начале переориентировать на другую потребность человека. И это принесет вам плоды и сейчас, и в будущем. И в дальнейшем не надо будет расхлебывать тяжелые ситуации со здоровьем, с отношениями, с финансами. Поэтому от всей души желаю вам этого. Как психолог, консультант, как человек, который проводит консультации, тренинги, где нам приходится раскручивать очень тяжелые результаты в человеческих судьбах, а начиналось все вроде бы с мелочи. Спасибо.